Это кадры показа первого советского международного фестиваля мод. 1967 год. Москва. Лужники. Работа своих ведущих дизайнеров там представили 22 страны мира. Шоу было очень масштабным. И, наверное, никто из многочисленных зрителей никогда не видел столько красивых женщин сразу. Показы советской моды – это всегда была сенсация. Это сенсация, потому что, во-первых, отбирали самые лучшие. Туда шли все самые сливки, которые только мог собрать Советский Союз. Но мало кто догадывался, что почти на всех манекенщиц было заведено особое досье. Сотрудники спецслужб тщательно изучали их биографии и контролировали каждый шаг. Лёха Миронова – одна из самых знаменитых манекенщиц СССР и муза Вячеслава Зайцева. В 60-е годы западная пресса называла молодого модельера «красным Диором», а Лёку – советской Одри Хепберн. «Я люблю вообще очень скромную одежду. Вот. От Славы Зайцева». Она почти не ходит и с трудом подбирает слова. После смерти единственного близкого человека – мамы – Лёка живёт одна в скромной квартире. Она так и не вышла замуж, не родила детей. Три года назад у неё случился инсульт, появились проблемы со зрением и памятью. Пенсии хватает только на самое необходимое, а продукты приносит в соцработник. А у меня нет лампочки. Вот. Сливки. В начале 70-х её знал весь мир. Во время потепления отношений между США и СССР американцы решили снять телефильм под названием «Три звезды Советского Союза». Символы эпохи выбрали балерину Майю Плесецкую, олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Валерия Брумеля и манекенщицу дома моделей на Кузнецком мосту Лёку Миронову. И мужчины около них летали и плелись вот такие пауки, которые высасывали всю их красоту, восхищались временами, а потом могли выбросить на помойку. Ту страшную, незадавшуюся фотосессию Лёка Миронова помнит до сих пор, хотя прошли уже десятки лет. Незнакомых мужчин, среди которых был человек с фотоаппаратом, в дом моделей привёл сам директор. Лёке сказали, что нужно ехать на съёмки в особняк известного артиста. Там якобы есть подходящие интерьеры. Мы приехали в Подмосковье, и они мне говорят, раздевайтесь, снимайте с себя всё. Это делали люди для ЦК. Выяснилось, что Лёке предлагается поучаствовать в эротической фотосессии для тайного журнала, который будет издан для очень узкого конкурса. круга лиц для советской партийной элиты. Люди в костюмах включили видеокамеру и потребовали, чтобы манекенщица начала медленно раздеваться. Я говорю, если вы сейчас меня не отпустите, что было в моих руках, я буду бросать на улицу. Они хотели, чтобы я была девушку по вызову. Я говорю, вы что, с ума сошли. Я такого не было, не было и никогда не будет. В результате этого скандала одна из главных звёзд общесоюзного дома моделей стала невыездной. Манекенщицу перестали показывать по телевидению, не приглашали на показы и съёмки. Я так могу предположить, что она отказала своим кураторам, слуганке, поработать в эскорте. И надо было тоже показать, сделать пример для других, чтобы не повадно было. О ней забыли на несколько десятилетий. Советская Одри Хетбард и в свои 79 тщательно наносит макияж. Правда, теперь, чтобы аккуратно накрасить ресницы, ей требуется гораздо больше времени. Руки дрожат, но это скорее от волнения. Впервые за долгое время она готовится выйти в свет. Сегодня манекенщицу ждёт важная встреча. Но несговорчивая красавица Лёка была далеко не единственной советской моделью, карьера которой оборвалась на взлёте. Большие выразительные глаза, хрупкое телосложение. Манекенщицу Галю Миловскую сравнивали с британской супермоделью Твигги. Она вообще была маленьким воробушком. Она нестандартный, нестандартного роста, но она тоже была хороша по-своему. Но всего два снимка для французского журнала стоили советской манекенщице карьеры, семьи и родины. Сейчас Галина Миловская живёт в шикарном особняке в Париже. Её муж – банкир Жан-Поль Диссертин. А сама она – режиссёр документального кино. Один из самых известных её фильмов называется «Эти безумные русские». Но в 70-х годах именно её поступок многие назвали безумным, позором советского подиума. Тогда манекенщица поступило предложение сняться для известного французского журнала. Сверху дали добро, правда, с условием. Весь гонорар принадлежит казне. Была эта съёмка, и в конце концов фотографии были напечатаны. И одна из фотографий была снята. Сзади была кремлёвская стена. Разразился жуткий скандал. Галину вызвали на ковёр в Министерство лёгкой промышленности. «Это немыслимо. В брюках, широко раздвинув ноги, на фоне мавзолея. Ты бы ещё голым задом на Красную площадь села», отчитывали манекенщицу чиновники. Это был её первый выговор в трудовой книжке. Галине фактически перекрыли кислород, запретив работать. Спустя год после инцидента советской Твиге предложили поучаствовать в необычной для того времени фотосессии – сняться полуобнажённой. С росписью по телу. Это был первый в Советском Союзе боди-арт. Девушка даже не подозревала, что это фото попадёт на обложку итальянского журнала, а прямо под ним напечатают запрещённую поэму Твардовского. Я совершенно была ошарашена. На моём теле, на моём лице, на котором были расписаны цветочки и зелёные такие стебли и листики, было написано, печатаем эксклюзивно запрещённую поэму Твардовского и «Сюрли Ченери де Сталин» – «На прахе Сталина». Ну, естественно, когда это дошло, и всё, я просто взяли и отвезли, куда следует. После визита на Лубянку началась такая травля, что девушка не могла устроиться даже уборщицей. Вместе с тем её продолжали засыпать предложениями о съёмках зарубежные дома моды. Галина понимала – в СССР она просто не выживет. При помощи друзей за границей Миловская оформила визу. В то время это было тесно, и всегда действительно это был настоящий железный занавес, просто чёрный. Но как складывалась карьера манекенщиц, которые были готовы поступить за своими принципами и активно сотрудничали с кураторами Слубянки? В 60-е годы в СССР активно пропагандировали тезис, что наши девушки самые красивые в мире. Этот метод укрепления престижа страны придумал сам Никита Хрущёв. Негативно много очень было статей за рубежом о нашем образе жизни, о наших женщинах. То они шпалы поднимают, то они ещё какую-то тяжёлую работу делают. И вдруг вот такие вот царевны, которые появились. Зарплата манекенщицы в те времена составляла 60 рублей. При том, что цена, например, на популярные югославские сапоги могла доходить до 200 рублей. А шуба из каракуля стоила 1400. Манекенщицы носили такие вещи на подиуме, а в обычной жизни шили себе платья сами и питались собачьими консервами. Но такие подробности быта советских моделей тщательно скрывались. Директор по нашему международному связи вызывала меня, а я встречалась с иностранцами, когда были показатели. Говорю, ты должна иностранцам говорить, что они получают 300. Этих манекенщиц западная пресса называла самым красивым оружием Кремля. Блондинка и брюнетка, русская снегурочка и красная королева. Сбарская, советская Софи Лорен. Ее приглашали в кино играть роли иностранных красавиц. Романовскую именовали в прессе Березкой и считали классическим славянским типажом. Мила была прекрасная, русская, чудная, с носиком сдернутым, с огромными или нет белыми волосами, с хорошей, прекрасной фигурой. Замечательно показывала, замечательно работала. В паре с Ригиной это была черненька, это была беленька. И все. Обе блистали на подиумах, обеим молва приписывала звездных поклонников. Миле Андрея Миронова, Регине самого Ива Монтана. Казалось, что в профессиональной сфере места конкуренции нет. Настолько они были разными. Но отношения между примами общесоюзного дома моделей были откровенно натянутыми. Что касается Регины, у них было соревнование между ними. То есть они, я думаю, недолюбливали друг друга. По какой-то причине, я не знаю. После успеха международного фестиваля моды в Лужниках было решено покорять новые вершины. СССР заявил об участии в первой международной выставке Экспо в Монреале. Общесоюзный дом моделей готовил особую коллекцию. В списке выезжающих за рубеж включили и Регину, и Милу. Но гвоздь коллекции, красное вечернее платье в византийском стиле было в единственном экземпляре. Встал вопрос, кого из пары звезд выпускать в нем на подиум? Романовскую или Сбарскую? Регина сказала, я это платье не одену, потому что я черненькое, а платье красное. А красное из черного духа. А Милка сказала, а я одену. И она, когда вошла в этом красном платье, Милка, с этими бруксами, волосами, с гладкой прической, с этим носом, так в зал встал. Люди встали и аплодировали, и кричали «Россия!». Говорят, после этого Сбарская кусала локти и еще больше возненавидела Милу. Девушки регулярно строчили друг на друга доносы в КГБ. Конкуренция была очень серьезная, и решение, выход из этой конкуренции, эти дамы видели, к сожалению, в том, чтобы либо держаться за КГБ и, в общем-то, становиться настоящим полноценным агентом, либо держаться, как ныне принято говорить, за какого-то пакета. Тогда они фактически становятся, ну, как бы, не то чтобы даже любовницами, а просто, так сказать, девицами для утеха. Французский шансонье Ив Монтан приезжал в Москву два раза. В первый раз с женой Симоной, во второй уже один. Тогда-то его и познакомили с красавицей Региной. В гостиничном номере певца манекенщица провела несколько часов. Когда в 68-м Монтан выступил против ввода советских войск в Чехословакию, ему напомнили тот случай и быстро заставили замолчать. А эти кадры сняты в апреле 86-го. Гуру мировой моды Фьер Гарден открывает в СССР производство одежды Бретт Апорте. Кутерье внимательно изучает швейные фабрики и, конечно, посещает показ в доме моделей. Когда я вышла уже на подиум, то он сказал, прекрасная манекенщица, я в восторге, я бы очень хотел, чтобы эта манекенщица работала у меня. Потом даже переводчица сказала, что я понравилась, очень понравилась Пьеру Кардену. Еще одна знаменитая фотосессия на Красной площади. Пьер Карден был очарован советскими манекенщицами. Пятерых, в том числе и Светлану Самсонову, он пригласил в Париж на фестиваль моды. Но уже на следующий день девушек вызвали на Лубянку и устроили допрос. Боязнь, что, может быть, кто-то останется. Задавали нам такие нелепые вопросы. Вот, например, кто руководит страной Зимбабве. Но почему этим манекенщицам не позволили участвовать в показах Кардена? Все решает, думает, думает. Он определяет, что, наверное, Регина Сбарская лицо Советского Союза в этом году. И, так сказать, приезжает там журнал Борда, ей говорят, советские модели будут показывать Сбарской. Он хочет, нет, мы хотим, так сказать, Милу. Нет. Решение Дома Мода такое. То есть никакого выбора даже у иностранцев не было. Регина и Мила действительно часто выезжали за границу. Обе девушки блестяще знали иностранные языки, владели правилами этикетов и, главное, безропотно выполняли задания покровителей Слубянки. Сбарская принимала, безусловно, в этом участие. И именно поэтому у нее очень успешно шла карьера. И закрывали глаза намного. Она, у нее характер был, боже упаси, как говорят, очень трудный. Самоуверенная, тщеславная, взбалмошная и так далее. Все было. Ирмановская. Характер был более покладистый. Во-первых, за границей девушки всегда находились под наблюдением кураторов из КГБ. Во-вторых, командировочные манекенщицам не полагались. У них даже отбирали паспорта. Но, насмотревшись на красивую европейскую жизнь, многие мечтали вырваться из Советского Союза. Миле Романовской это удалось. Вместе с мужем Юрием Купером они стали одной из первых семейных пар, которые получили разрешение на выезд. Когда мы уехали, она сразу начала работать в Израиле. она пользовалась большим успехом. Супругам пришлось жить и работать в разных европейских столицах. У него был контракт в Париже, у нее в Лондоне. Художник закрутил роман со звездой мирового кинематографа Катрин Денев. Манекенщица нашла себе миллионера Дагласа Эдвардса. Она вышла замуж за англичанина и работала с каким-то дизайном, который делал украшения с брюлентами. И она была их манекенщицей, их моделью. А потом она уже когда совершенно освоила английский, все, она работала диктором, каким-то обозревателем. Что-то она закончила на студии Би-Би-Си. Достаток новой семьи позволял супругам передвигаться личным самолетом. Но советскую Снегурочку за несколько лет свела в могилу онкология. Первая икона русского стиля Мила Романовская похоронена в Лондоне. Место захоронения главной соперницы Милы, Красной Королевы Регины Сбарской неизвестно. Осенью 1987 года манекенщица покончила жизнь самоубийством, наглотавшись таблетами. Это была не первая ее попытка наложить на себя руки. Черная полоса в жизни Регина началась после разрыва с мужем художником Львом Сбарским. По слухам он узнал о ее тайных встречах с иностранцами, заставил сделать аборт, а потом ушел к другой звезде Людмиле Максаковой, которая родила ему сына. Регина она влюбилась в своего мужа, она его боготворила, как и многие женщины вокруг. И он очень много сделал для того, чтобы Регина стала такой царственной светской красавицей. И поэтому когда он ее бросил, она очень надломила. Порезать себе вены и попытка самоубийства это уже колоссальный стресс для организма. Она второй раз пошла на этот шаг, а на фоне этого еще было пьянство и прочие различные не совсем здоровые увлечения. Манекенщица попала в психиатрическую клинику. Из модельного мира ее вытеснили более молодые красавицы. А новый поклонник иностранец оказался журналистом желтой прессы, который собирал материал для скандальной книги «Сто ночей с Региной Збарской». Она трагически переживала все, что с ней произошло. Она поняла, что ее время звезды, суперзвезды ушло. С этого момента Збарская навсегда лишилась своих высоких покровителей на Лупянке. В ее услугах уже не нуждались. Регина разом потеряла все источники к существованию. Депрессию бывшая красавица заливала алкоголем. Проводить Красную Королеву в последний путь не пришел никто из коллег по дому модели. Эти женщины были желанны многочисленными поклонниками. Они привыкли к комплиментам, дорогим подаркам и всеобщему восхищению. Но вот личного счастья не было практически ни у кого из них. Марина Дивлева могла бы породниться с известным кланом американских миллиардеров. В 70-е годы Дэвид Рокфеллер вел обширную общественную деятельность, мечтая расширить границы своей финансовой империи за пределы Соединенных Штатов. На встрече с лидерами стран он ездил сам или же отправлял своего племянника Эдмана. Молодого импозантного иностранца среди собравшихся на очередной показ зрителей манекенщицы дома моделей на Кузнецком мосту выделили мгновенно. Но он смотрел только на Марину. Уже начал делать ей различные предложения. Она их все отвергала, чем заводил еще больше его желания. Поэтому он попытался добиться благосклонности русской манекенщицы, даже добился два раза приехал в Советский Союз. После очередного визита именитого кавалера в дом моделей Марину вызвали для беседы на Лубянку в управлении госбезопасности и доходчиво объяснили, какие кары грозят за измену родине. Марина. проникнуть в семейство Рокфеллеров была бы мечтой любой разведки. Не было никакой уверенности в том, что девушка, получив разрешение выйти замуж за представителя семейства Рокфеллера, будет исполнять волю советской разведки. Никакой гарантии не было. Собственно говоря, именно это и послужило отказом. Марине пригрозили. Если она уедет, то ее родственникам попросту не дадут спокойной жизни в СССР. Дивлева не рискнула ослушаться. Эдмона она больше не видела. Карьера модели после визита на Лубянку тоже пошла на спад. Свои последние дни несостоявшейся невестке Рокфеллера пришлось доживать практически в нищете. Когда за уже известной манекенщицей Татьяной начал ухаживать выпускник в ГИКа Никита Михалков, ее руководство восприняло это в штыки. Когда встречалась с Никитой, меня вызвал директор Ягловский и сказал, чтобы ты с этим Маршаком больше нигде не появлялась в ресторане, потому что это уже стало достоянием общественности. На тот момент Татьяна была одной из ведущих манекенщиц театра моды. Вот она на закрытом показе. 1972 год. В первом ряду супруги руководителей двух лидеров мировых держав Виктория Брежнева и Пэт Никсон. Михалкова была одной из первых манекенщиц в СССР, которая надела мини-юбку. Мало того, решилась пройтись в ней по Москве. Естественно, что у красавицы-блондинки было много поклонников. Состоятельных, знаменитых. Но она выбрала начинающего режиссера Никиту. В нем такая энергетика, которая даже до сих пор сохранилась. Такое обаяние, такая, в общем, сила какой-то, мужская сила. И вот я, конечно, поняла, что я вот так вот погибла. Самые забидные женихи эпохи охотились за этими девушками. Уже популярный тогда Иосиф Кобзон на одном из показов заприметил начинающую манекенщицу Валентину Яшину. Он только что развелся с Людмилой Гурченко, а Валя переживала болезненный разрыв со своим первым мужем. Между певцом и красавицей вспыхнул страстный роман. Валентина Яшина. Советская Грета Гарба, белокурая богиня. Ее называли самой богатой манекенщицей Советского Союза. Но умерла она в одиночестве и нищете. 30 километров от Москвы. Небольшой дачный поселок. Осенью 2007 года здесь разыгралась трагедия. Вот в этом доме обнаружили тело Валентины Яшиной. Причина смерти не установлена. Значит, хоронили ее в закрытом гробу. Да причем ее не хоронили, ее просто отвезли в морг и сожгли. То есть похорон как таковых вообще не было. То есть это ее просто выбросили из дома как собаку. 60-е годы. Валентина Яшина примадонна московского дома мод. Ее формы считались идеальными, а по лекалам фигуры шили платья и костюмы для Валентины Терешковой. Вообще она была совершенства в смысле таком физическом. У нее было все идеально. Вы не можете себе представить таких красивых людей я в жизни ну наверное и не встречала. У красавицы Вали не было отбоя от женихов. Сам Иосиф Кобзон обратил внимание на юную манекенщицу. Вали встречался с Кобзоном и он приходил к нам в дом и пели и играли на фортепиано и ну и когда она уезжала за границу он провожал ее с белорусского вокзала бегал с бутылкой шампанского с букетом цветов. Валентина к тому времени была в разводе с маленьким сыном на руках. Саша рос болезненным и капризным. Манекенщица разрывалась между домом и работой. Чтобы обеспечить сына ей часто приходилось выезжать за границу. Иосифу же это категорически не нравилось поэтому роман быстро закончился. Ее второй муж знаменитый художник и директор издательского дома Николай Малахов зарабатывал фантастические по тем временам деньги. Трехкомнатная квартира на Тверской меха драгоценностей. У нее было две очень хороших машины БМВ и Мерседес от него. Огромный гараж там были гаражи вот статуя рабочей колхозницы на ВДНХ а внизу там были гаражи в которые конечно попасть было очень трудно. Все это ей достало осталось все плюс деньги. эксперты говорят что общая стоимость имущества и вкладов которые получила Яшина даже в ценах того времени составляла около пяти миллионов долларов. Однако в последние годы самая богатая манекенщица СССР была вынуждена работать уборщицей в подъезде собственного дома. Это вот ее комната была вот эта а здесь вот у нее стол стоял а вот здесь висел вален портрет вот тут вот прям как вот очертание даже есть вот видите вот светлая сторона тут был ее портрет такой большой. В последние годы жизни Валентина Яшина переехала из квартиры на Тверской вот в этот неотапливаемый дачный домик. Сын и внук два Александра довели первую красавицу страны до того что у нее отняли имущество которое состояло из квартиры дачи двух автомобилей двух капитальных гаражей у нее были накопления которые тоже они профукали занимаясь торговлей который который требует все-таки какого-то труда к труду они были не приспособлены даже самые близкие и друзья Валентина не знают где похоронена манекенщица единственным человеком который провожал Яшину в последний путь был ее сын Александр он как говорят родственники скрылся сразу после церемонии о которой никого не предупредил мы еле-еле нашли эту могилу ну через там эту управу кладбищенскую мы нашли эту могилу но никаких там ни надписей ничего не было и мы спросили было ли захоронение еще вот в такое-то такое-то время нам об этом ничего неизвестно может он вообще тайком закапал урну денег на дачу на участке чтобы не платить нигде денег после советской Греты Гарба остались лишь фотографии и обложки журналов на которых она загадочно улыбается 1988 год это кадры первого конкурса красоты в СССР он вызвал небывалый ажиотаж на первичный отбор пришло несколько тысяч девушек за первое место полагалась корона и шуба из натурального меха но счастливую судьбу королевам красоты не обещал никто не нужно иметь много но нужно получать удовольствие получать удовольствие от того что есть это жизненная философия Марии Кижи мисс СССР 1990 ее модельная карьера начавшаяся в 14 лет развивалась стремительно красотой юной блондинки восхищался сам Дональд Трамп ныне президент США а в 90-е годы бизнесмен занимавшийся организации конкурса мисс вселенная во время этой поездки я познакомилась познакомилась с Дональдом Трампом который себя кстати очень-очень великолепно вел заниматься в белорусском театре моды Мария Кижа начала в 14 лет а в 16 выиграла свой первый конкурс красоты затем школьница завоевала новый титул панна белая Русь и получила путевку на конкурс мисс СССР мисс биберс 89 и гранд-приз присуждается номеру один Мария Мэри однако попробовать свои силы в конкурсе мисс вселенная Машеке же так и не удалось до ее совершеннолетия не хватило всего двух дней но вскоре девушку пригласили работать в Париж столицу мировой моды когда модельный бизнес международный пришел в Россию в Советский Союз или в Россию в начале у него был такой запрос на такую девушку с сибирской внешности вот знаете блондинку натуральную со светлыми глазами светлыми волосами вот такой прозрачный цвет лица вот Маша была именно такая жизнь открывала перед ней самые блестящие перспективы но все перечеркнула автомобильная катастрофа авария случилась в Марокко девушка отправилась смотреть закат в пустыне с друзьями африканского принца мне становится страшно я говорю ребят можно немножко сбавить скорость а я говорю да все в порядке не волнуйся и только они это говорят как вдруг мы катимся мы переворачиваемся я пробила лобовое стекло потому что я сидела за водителем врачи диагностировали повреждения позвоночника на восстановление ушло около года кроме того у девушки было изуродовано лицо то как она выглядит сейчас результат нескольких пластических операций я увидела шрамы и я увидела вот это вот месиво которое начало заживать о карьере модели можно было забыть но Мария не растерялась после выхода из больницы она открыла в Париже собственный бутик вышла замуж и родила сына эта девушка с инопланетной внешностью могла бы играть главные роли в Голливуде в свое время фотографии Елены Метелкиной украшали обложки советских модных журналов и каталогов вязаной одежды у нее был очень интересный типаж не сказать что он какой-то не восточный не русский а вот свой очень оригинальный после того как манекенщица Елена выиграла специальный приз на международном кинофестивале в Италии за роль инопланетянки Нии в фильме «Через тернии к звездам» ею заинтересовались иностранные продюсеры Метелкина же была уверена что карьера пойдет в гору и в Советском Союзе и отказалась от выгодного предложения но грянула перестройка в стране перестали снимать кино и закрыли подиум в главном торговом центре столицы сначала устроилась секретарем у одного известного бизнесмена ну вот понимаете в жизни это 90-е годы взрывали убивали различными способами вот этого бизнесмена решили уничтожить обработав ядом трубку телефона которую всегда подымал секретарь каким чудом Елена Метелкина не подняла эту трубку в этот день иначе бы она была первой жертвой вот этого покушения после чудесного спасения Елена ушла в монастырь и работала там уборщицей и только в прошлом году она снова вышла на подиум став музой и амбассадором французской марки одежды для женщин элегантного возраста а это известная манекенщица в модельный бизнес и не думает возвращаться сегодня ей по душе больше хлопоты по хозяйству например закрутка огурцов настоящий секрет и особенно в Америке это русская соль и кислота уксусная кислота потому что без этих вещей огурцы не получаются в Америке такой деликатес на расхват с тех пор как Татьяна Сорока уехала из Советского Союза прошло более 20 лет но она до сих пор помнит все рецепты из маминой поваренной книги а еще бабушкин совет и конечно немного кто говорит удача я говорю религия каждый раз закрываем банки читаем отче наш и они не взрываются это редкая любительская запись показа в паре Татьяна стала первой манекенщицей из Советского Союза которая уехала на постоянную работу в столицу моды для меня это было то же самое чтобы полететь на луну культурный шок когда я действительно первая модель приехала они на меня смотрели как на экспонат в кунсткамере после первого же кастинга она стала работать на показах у самого Ивсен Лоран тогда же Татьяна познакомилась и со своим будущим мужем мы познакомились в Каннах во время кинофестиваля я по ввечному виду определил что женщина русская а тогда было очень мало русских моделей и она была одна из немногих но поскольку мне все нравится русский тип женщин я в общем-то вырос в России то это было особо привлекательно для меня в 1999 году имя этой девушки из СССР внесли в список 100 самых хорошо одетых женщин всех времен и по сей день Татьяну считают иконой стиля естественно о возвращении на родину Татьяна даже не задумывалась она едва ли не единственная советская манекенщица которой удалось все и карьера и личная жизнь о такой семейной идиллии одна из самых знаменитых манекенщиц советского союза Лёка Миронова могла только мечтать когда-то и в ее жизни была любовь литовец по имени Антонас он хотел чтобы мы женились в костеле он смотрел на меня как я не знаю на икону однако счастливым мечтам влюбленных не суждено было сбыться Лёке пригрозили уедешь в Латвию твою маму со света сживу пока происходил этот неприятный разговор в Москве в Риге на жениха Лёке напали и жестоко избили влюбленных словно предупреждали как может быть опасна их связь и хотя Антонас все же настаивал на свадьбе Лёка решила что не может рисковать жизнью двух любимых людей мамы и жениха девушка приняла решение прекратить отношения с тех пор вот уже полвека Лёка одна и только нам она открывает свою тайну в ее жизни есть еще один мужчина к которому она испытывает искренние чувства ради встречи с ним 79-летняя манекенщица нарядилась и впервые за долгое время вышла из дома господи да не вставай река спасибо хочу ну давай потому что я хочу тебя обнять да моя дорогая да впервые она увидела Никаса Сафронова по телевизору полтора десятка лет назад и он был так похож на ее Антонаса у меня рай тогда когда ты рядом спасибо спасибо я тебя люблю для этой встречи художник написал портрет Лёки Мироновой я хочу тебе сделать приятное могу я сделать приятное для себя для себя если ты будешь улыбаться тебе это будет приятно значит будет приятно мне вот я хочу чтобы ты знала что я в твоей жизни есть и в этот момент Лёка снова чувствует себя счастливой как будто не было десятилетий унижений и забвения сегодня она снова девушка с обложки манекенщица которой восхищался весь Советский Союз 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 Союз